Приветствую! И вот снова новое задание. Новое задание в преддверии нашего обучающего онлайн-интенсива. Это задание тоже касается умения эффективно общаться с людьми. Оно немножко необычное, и вы даже, может быть, не сразу поймёте, для чего оно вам нужно. Однако на нашей встрече онлайн я обязательно вам объясню, для чего это задание нужно выполнить. Сейчас я прочту вам фрагмент из книги Эмиля Золя. При этом я буду делать некий жест рукой, а вы, соответственно, сообразите, почему я делаю этот жест в определённых местах, что этот жест обозначает и каким образом это может быть вам полезным. Итак, приступаем. На губах старика играла тонкая улыбка. Это был невысокий, крепкий мужчина с крупной, как у многих эльзасцев головой. Его полное лицо освещалось умом, который отражался даже в мельчайшем трепетании его век. Целых две недели он противился желанию Анриеты, просившей его об этом свидании. Не потому, чтобы испытывал ревность, ибо как умный человек, давно примирился с ролью отца, но потому, что это был уже третий друг, с которым знакомила его Анриета. И он боялся, в конце концов, показаться немного смешным. Вот почему он подошёл к Огтавяну со сдержанной улыбкой, как богатый покровитель, который готов быть любезным, но отнюдь не согласен оказаться в дураках. Итак, напишите прямо тут, в комментариях, что обозначали взмахи моей руки, и каким образом, вы думаете, этого может быть полезно для усовершенствования своих коммуникаций, для усовершенствования своей манеры общения. И жду вас на нашем онлайн-интенсиве, где мы продолжим эту тему, углубимся в эту тему, и вы узнаете гораздо больше нового, интересного. Обязательно приходите лично. До встречи в эфире! Продолжение следует... Продолжение следует...